Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Дом и Сад. Я продолжаю серию о моих томатах в теплице. И сегодня у нас на очереди гибрид Сэр Элиан. Вот так он выглядит. Вела я его в два стебля. И он у меня получился самый поздний. То есть поздно стал завязываться, выше всех стал завязываться. Это вот у нас только первая кисточка. Выше всех стал завязываться. И позже всех начал созревать. Я вот сорвала один помидорчик с кисти. Сорвала для того, чтобы разрезать, показать вам в разрезе. Но он еще не доспел немного. Ничего страшного. Вот такой он Сэр Элиан. На картинке он как-то более вытянутый, более остроносый. А у меня он как-то даже бочка или сердечко образный как-то получился. Более такой. Не знаю, почему. Урожайность замечательная просто. Просто замечательная. До самого верха. Посчитала я. Десять кистей он уже завязал полных. Вот такой он. Сэр Элиан. Вот такой красивый. Сейчас мы его разрежем и попробуем. Да. Не дозрел. Еще не дозрел. Вот такой. И тоже вот эта полосочка. Вот эта полосочка далеко уходит. Вот такой помидорчик. Некоторые довольно-таки крупноватые помидорчики. Сейчас я отрежу. Немного попробовать. Еще рановато. Не знаю, какой он вкус покажет. И соломка попала. Ну, ничего. Ну, что могу сказать. Ну, как бы неплохой. Может из-за того, что он недоспел, недозрел. В принципе, калием для сладости я кормлю через раз с кальцием. Не должен он быть безвкусный. Ну, как бы нормально. Так я могу охарактеризовать. Для консервации идеально. Он очень плотный такой. Я его разрезала прямо. Ух! Как грушу или яблоко. Очень плотный. На вкус нормальный. Для консервации, думаю, идеально подойдет. Просто идеально. Он довольно мясистый. Вы сами видите. Он и в баночку подойдет. То, что помельче. То, что покрупнее. Он и на сок пойдет. И на пасту. И куда хотите. Так что достойный. Достойный гибрид. Я его, конечно, попробую и напишу. Еще дополню свое видео комментарием. Какой он получился, когда действительно вот созрел. Я просто спешу сделать эти все видео. Потому что опять у нас похолодание. Вот неделечку всего побыло у нас тепло. Опять похолодание. Меня не столько похолодание дневное волнует. 18-19 градусов у нас днем обещают. И до конца августа такой прогноз. Меня не столько дневные понижения температур волнуют, как ночные. Потому что ночью опять 11-12 обещают. и это значит, что холодная роса и это значит, что болезни. Хочу сделать видео, собрать томаты и опять побрызгать. спасибо большое за внимание. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok